доброе утро дорогие друзья доброе утро мы продолжаем изучать тору и мы находимся сегодня 22 минахи мала 22 минахи мала 19 августа и сегодня очень короткий оем йом до сообщения мы находимся в шаббат перед шаббатом канун шаббата и очевидно но непонятно кстати это каждый же каждый день есть одно одно сообщение на этот на это число месяца но какой-то день недели это никогда не совпадает даже разные дни все время в общем ребра шабб говорил не следует произносить утренние благословения не прополоскав рта исключением являются дни постов значит как мы знаем что когда просыпаешься утром нужно первым делом сказать вот ты лежишь еще в кровати нужно сказать моды они ли фанэйха благодарен я перед тобой мэлых айвы каям царь живой сущий шейхизар табиниш мати бэхэ млаш то вернул ты в меня душу мою раба ему на теха велика ему на теха переводят это иммунна твоя в меня но эмуна т х ну если смотреть погроматитель да эмуна тэха это велика вера твоя в меня удивительно почему бог верит в меня это очень не я всегда вас принимал это велика эмуна тэха иммунатина я всегда вас принимал целля как дикая моя вера в тебя да и я вот все таки Насколько по-разному, когда переводишь на русский, по-разному, то есть одно и то же слово, вера и монотеха, вера твоя в меня, но оно полностью меняет смысл. Вот смотрите, если мы говорим, что это велика твоя вера в меня, так что получается, Бог в меня верит? Да, Бог верит в каждого из нас. Откуда мы это знаем, что Бог верит в каждого из нас? Потому что мы утром просыпаемся. Вот оно, доказательство, что Бог верит в каждого из нас. Если бы он не верил, то есть как, вот откуда вы знаете, что у вас есть, что у вас есть, я не знаю, там, деньги или квартира, или муж? Откуда вы это знаете? Вы в это верите? То есть вы верите, что вот у вас есть модель мира в голове, да, и вы говорите, я верю, что у меня деньги лежат в банке. Я верю. То есть, а если я в это не верю, значит, туда даже не пойду. То есть все, что у нас как бы принадлежит нам, держится на вере. Понятно, да, идея? Теперь вера это такое качество ума, которое закрепляет идеи, закрепляет идеи и дает им жизнь. То есть, например, если есть факты, вот вы можете сказать, есть факты, да, вот, например, иголка, ну такая как, видите, иголка. Если я сейчас уколю, мне будет больно? Мне уже больно, это факт, да, это факт. Вот я дотрадиваюсь, мне уже больно. Это не надо в это верить, это факт. А вот, например, например, все, что касается сейчас, вот, все, что вы мне сейчас скажете, да, вот, все, что вы мне сейчас скажете, для меня будет верой. То есть я, вот, если вы скажете, вот, Елена Ковалева смотрит и говорит, а я боли не боюсь. Вот у тебя верю или не верю? Понятно, да, идея? То есть вера, она относится к вещам непроверенным, недоказанным, не стопроцентным. И получается, что вера эти вещи, она их оживляет. Понятно, что такое вера? То есть это очень важно такое вот осознать это и понять. Что человек живет в мире своих убеждений, как правильно действовать. Он верит. Кто-то верит, что так надо поступать, кто-то верит, что так. Кто-то верит, что в 5 утра надо вставать, кто-то верит, что не надо. Кто-то верит, надо заниматься спортом, кто-то верит, не надо. Кто-то верит в Бога и кто-то не верит. Но вера это то, что оживляет идеи. Вера дает жизнь идеям, она их усиливает. Теперь, если мы с утра говорим, раба иммунотеха, велика твоя вера в меня. То получается то, что я проснулся, то, что я живой, то, что у меня там ничего не болит, то, что тело функционирует. Вы знаете, есть много очень аутоиммунных расстройств, когда просто там иммунная система, что-то, какой-то сбой в настройках, и все. И человека бах и нету через какое-то время. Теперь, значит, раз я жив, раз я проснулся, значит, Бог в меня верит, Бог верит, что сегодня я нужен этому миру. И это вот первое, что произносишь еще лежа в кровати, вообще, пока ты еще не встал, не двигаешься, лежишь. Раба иммунотеха, велика твоя вера в меня. Хорошо, после этого нужно встать и сделать не телать еда, омовение рук, сходить в туалет, и после этого начинаются утренние благословения. И рэбэ Рашаб, который был один из любающихся хрэбэ, он был пятый любающихся хрэбэ, он сказал своим хасидам, он говорит, смотрите. То есть, жил он, понятно, значит, чтобы было благословение до миру, чтобы с Божьей помощью были легкие роды, чтобы здоровый ребенок, чтобы все было хорошо всей его семьи и всех, кто сейчас нуждается в божественной поддержке, чтобы было полное, полное выздоровление и помощь Всевышнему. Чтобы было, знаете, есть такое, это рацион, время желания Всевышнего, чтобы именно сейчас все раны заживали, все там, настолько сложный человеческий организм, настолько он сложный механизм, где кровь сворачивается. Там, ну, миллион-миллион факторов. Чтобы вот сейчас было этот рацион, время благоволения, и все, кто нуждается в выздоровлении, сейчас и выздоровели. И считается, что роды это как очень, как очень тяжелая болезнь, потому что, например, для роженицы можно нарушать шаббат, для нее можно там угреть воду после родов, да, то есть это, это считается, ну, тяжелая болезнь с опасностью для, для жизни. Поэтому, поэтому, чтобы были легкие роды и РФЛА, штама, полное выздоровление. Хорошо, теперь дальше, дальше, еще раз, по простой процедуре, после того, как ты сказал, вот это вот, благодарность Богу за то, что проснулся, после этого нужно сделать омовение рук, сходить в туалет, и после этого можно говорить, можно говорить утреннее благословение. Но, но, Рэбер Ашаб говорит, обязательно говорит, надо прополоскать рот. Еще рот нужно проголосовать, прополоскать. Для нас сейчас это естественно, что мы живем в мире зубных щеток, зубных паст, зубных полосканий, чистки зубов, зубных врачей, потом там делают разные протезы и так далее. Для нас это как бы естественно, мы уже даже не радуемся, многие думают, да, это нормально. Что, еще зубной щет тебе должен радоваться? Вы не представляете, вот раньше-то не было зубных щеток, не было пластика, не было пластмассы. Как человек зубы мог почистить? Вот палка у него есть, он сидит ножом эту палку, значит, ее распушил, значит, и сидит палкой там зубы чистит. А как еще? И каждый раз нужно эту палку заново ее распушивать, ты пока зубы почистишь, не каждый на это пойдет. И вода, сейчас течет чистая вода из-под крана, а раньше где ты воду возьмешь? Это нужно было идти в речку или в колодец, набирать воду, непонятно в какую посуду, то есть вообще. Потом в этой посуде она стояла, эта вода, заплесневеет, не заплесневеет, кто в эту воду зайдет там ночью, знаешь, поплескался, какая-то мышь там, какая-нибудь летучая. Раньше это было очень следейное проблемно все. И он, значит, говорит, реберашап, значит, он говорит хасидам, нет, вы должны пополоскать рот, кроме постов. Если пост, не полоскайте, потому что в пост вы, наверное, сами будете рады пополоскать. Пополоскал, а потом, значит, ну, чуть-чуть же воды остается во рту. Он говорит, нет, в пост нельзя. Понятно, да? То есть в этом разница между хасидами и не хасидами. Хасиды, они ищут в каждом даже маленьком действии усилиться и сделать еще какой-нибудь такой лайфхак, чтобы еще сильнее приблизиться ко Всевышнему. Дальше. Вторая книга. Обретение неба на земле. Это очень актуальная книга. Значит, сегодня совет очень актуальный. Хорошо, вот человек как бы с собой, очень легко и с собой удобно разбираться, да, в служении Всевышнему. Ты берешь, например, тут ты пополоскал рот перед благословениями, тут ты более вдумчиво сказал какую-то молитву там, тут ты, значит, вот в шаббат ты прям можешь, целый шаббат ты можешь все время думать. Вот я шаббат соблюдаю, я сейчас в реальности в новой такой, я со Всевышним сейчас, вот каждую секунду, что я соблюдаю шаббат, я, значит, выполняю заповедь Всевышнего, помни день седьмой, освящая его, да. Шамор Визахор, он сказал на скрижалях, он одновременно сказал, сохраняй и помни. В общем, когда ты сам по себе, очень легко служить Всевышнему. Но сложности наступают во взаимоотношениях с людьми. Всевышний регламентировал отношения с людьми тоже огромным количеством заповедей. То нельзя сказать злоязычие, то сплетню нельзя сказать, то, значит, надо там молиться за другого, проведывать его надо. Массу-массу вещей нужно сделать, значит, человеку, который хочет служить Всевышнему во взаимоотношениях с людьми. Опять же, та же цдака, например, да, ты должен свои деньги давать на помощь другим людям. Вот сегодня пришел человек в синагогу и говорит, вот у меня там тяжелая ситуация, трое детей, значит, после молитвы он выступил, трое детей, сын болеет, у меня, ну, он такой хасид, у меня денег нет. Я, значит, ну, такое прямо видно, что, ну, человек реально несчастный. И вот люди, которые в синагоге, каждый думает, как ему помочь, помочь или не помочь, во-первых, первый вопрос. Потому что можно сказать, а что он, это синагога, где я молюсь, это вязаные типы, люди, которые работают и в армии служат. А хасиды, они в армии не служат, они работают, но в армии не служат и стараются налоги не платить. Так они, вот, исторически сложилось, да. Это другой мир, это другой мир, это как бы, ну, совершенно вот, выглядят по-другому, пейсы, одежда другая, все. И те, которые работают, думают, помочь, не помочь, каждый думает. Потом, когда ты выбираешь помочь, ты думаешь, сколько ему помочь. Обычно есть правило такое, что лучше всего, вот, то, что я учился от моего учителя, от Равзильбера, он говорит, помочь надо всегда. Но если ты сомневаешься, то дай какую-то маленькую монетку. У тебя всегда должны быть с собой маленькие монетки, значит, которые ты дал, помог. То есть, много по маленькой монетке, уже у него есть какая-то сумма. Значит, тоже я ему помог. Ну, это вопрос, помогать или не помогать. То есть, то, что молиться надо, это не вопрос. Я молюсь Богу, благодарю и прошу для себя. Это как бы мои взаимоотношения с Богом. Тут понятно. А с людьми непонятно. Но Бог сказал, именно это тоже, это тоже и есть служение Всевышнему. Понятно, да? Ура, Дамир, партнер, прямо во время урока родила, чтобы было благословение на этого ребенка. Дамир уже лет пять ходит на все уроте Торы. Слава Богу. Видите, и Всевышний его одарил ребенком. Он, значит, пусть скажет Всевышнему огромное-огромное спасибо и прямо благодарит его каждый день. Первый сын. Все, отлично. Хорошо. Значит, дальше. Теперь давайте посмотрим сегодня совет книги «Обретение неба на земле». Именно касается взаимоотношений с людьми. Говорит, опять же, идея любаяческого рэба развивается в этой книге. Люди недооценивают терпимость. Последнее состоит не в том, чтобы, наблюдая, как кто-то действует во вред себе, говорить, что не следует вмешиваться в чужую жизнь. То есть, можно было бы сказать, терпимость – это если кто-то действует себе во вред, я терплю и не вмешиваюсь. Он говорит, нет, это безразличие и апатия. Безразличие и апатия. Если вы видите, что человек, который вам дорог, выбрал для себя неправильный путь, вы должны сделать все возможное, чтобы свернуть его с этого пути. А что тогда терпимость? Терпимость – это когда вы видите его ошибки во всей ноготе, но они ни на йоту, ни на чуть-чуть не уменьшают вашего уважения к нему. И вы с ним навсегда. То есть, например, вот он плохо себя ведет, плохо там ребенок или жена, или муж там, или кто-то, да? И он делает что-то во вред себе. Вы ему говорите, вы ему говорите этому человеку, не делай так, не делай так, не делай так. Ты делаешь неправильно, некрасиво, плохо. И эта терпимость – это то, что это при этом не уменьшает твоего отношения хорошего к нему, уважения, любви. И тут он приводит дальше очень интересное окончание. И если вы не понимаете, как можно ожидать от себя такого парадокса, порицать и уважать одновременно, разрешите спросить, сами вы никогда не делали ошибок? И что, даже если вы делали ошибки, разве вы не продолжаете уважать себя? И если можете допускать парадоксы в отношении себя, распространите такую привилегию и на других. Вот смотрите. Вот есть какой-то человек, ваш близкий там родственник, друг, он делает некрасивое что-то, да? Даже по отношению к вам. У вас есть два варианта. У вас есть вариант первый – промолчать. Три варианта есть. Первый вариант – это промолчать. Но это называется проявить неуважение к нему, проявить безразличие к нему и апатию. Второй вариант – это его ругать, увещевать, порицать и так далее. И вот этот вариант разводится на два. Первый вариант – его порицать и перестать его любить за это. Второй вариант – это продолжать его любить и уважать, и продолжать его порицать его действия. И он говорит, но это же парадокс, как вы можете его с одной стороны порицать и в это же самое время его любить? Он говорит, это не парадокс, вспомните себя, сколько бы вы не совершали ошибок, как бы вы не ошибались, как бы вы не делали какие-то вещи, за которые сами себя потом ругаете, вы все равно продолжаете себя любить, продолжаете себя любить, продолжаете себя уважать, продолжаете с собой общаться. Он говорит, близкие люди это то же самое И в этом случае шансов их изменить, улучшить Намного становится больше Понятная идея? То есть их надо любить При этом можно их порицать за какое-то их поведение Для того, чтобы их исправить Помочь им исправиться Но ни в коем случае, если они почувствуют, что вы их не уважаете Вы к ним плохо относитесь Значит они не послушают вас Все, легких родов И чтобы было полное выздоровление И чтобы был здоровый ребенок с Божьей помощью Дамир, поздравляем Поздравляем всех постоянного участника урока вторая Дамира Чтобы Всевышний дал ему много-много радости Ему и всем его близким И нам с вами Все Теперь дальше Дальше сегодня недельная глава Как раз об этом Как раз она об этом Вот как раз все очень совпадает Знаете, если так вдуматься То этот мир, он такой синхронный Такой, то есть все в этом мире для цели улучшения мира Для цели Всевышний хочет дать нам добро Даже если он, вот он сейчас делает войну Он делает войну, но он делает войну Которая в итоге Она принесет все равно Какую-то пользу В любом случае Она принесет какую-то пользу Потому что обновление, пользу Улучшение Она уже принесла То есть мир как бы Он больше разделился на черное Белое Стало понятно Проявились какие-то важные вещи Стало понятно Более ярко выразилось Кто из кто Я думаю, что вот Украина Она была Удивительна При том, что она является Невероятно богатой ресурсами страной Но почему-то последние 29 лет После распада Советского Союза Она была Ну никак она не могла сравниться С той же Польшей, Германией, Францией И возможно, что вот сейчас После того, как закончится эта война То наступит реально какой-то Такой вот Очень сильный прогресс То же самое с Россией Россия тоже в последнее время Была непонятно в каком-то состоянии Сейчас Сейчас вот эта встряска Знаете как После любой болезни Например, человек Если он выздоравливает У него две вещи наступают После болезни Первая вещь У него наступает Он начинает больше ценить здоровье Однозначно То есть он Это очень легко проверить Вот тебе было нормально И ты был недоволен Потом заболеваешь И ты хочешь только выздороветь Выздоравливаешь И ты думаешь Какой кайф Просто быть здоровым Просто быть здоровым Когда ничего не болит Когда ты Это просто Такой кайф Правда, хватает Этой благодарности На день, на два Но Но Это первый эффект Второй эффект После болезни Если у тебя хватает Ума и мотивации Ты начинаешь По-другому Относиться К своему здоровью И ты После того, как ты попал В какую-то опасность Ты можешь Найти в себе силы Исправиться Бросить курить Какие-то Бросить Редные привычки И приобрести Хорошие Так оно работает Теперь говорит Мушарабейну В сегодняшнем отрывке Глава Эков В следствии Он говорит так Продолжает То есть он Ругает Вредственный народ Потом говорит Ну ничего Всевышний же все равно Вас любит Вот он вас привел В эту землю Потому что Земля, в которую Ты сейчас вступаешь Она не как Земля Эдипта Откуда вы вышли Она полностью Питается Эдипет питался Нилом Это создавало Ощущение И будет всегда Вода Израиль Тут нет рек Есть какие-то Маленькие ручеечки В Израиле Значит в Израиле Есть Роса Летом И дождь Зимой И это Единственное питание И говорит Мушарабейну Народу Израиля Это очень интересно Они же подходили Только к земле Мушарабейну Не было в земле Израиля никогда И мы отсюда тоже видим Насколько это пророчество От Всевышнего Что земля В которую ты вступаешь Чтобы овладеть ею Не как земля Мицраям Откуда вы вышли Значит Откуда он знал Потому что Это слова От Всевышнего Всевышний Он создал весь этот мир Дальше говорит Мушарабейну так Земля Которую Бог Всесильный твой Он Земля Которую Бог Всесильный твой Дореш Ота Тамит Энея Шемелке Хаба Мириши Ташана Ва Тахарита Шана Очень важный поступок Вот сейчас у меня много знакомых Которые переехали Вот из-за войны Из-за 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 Украины В Израиль Из России В Израиль Они прям чувствуют разницу Вот религиозные люди Они прям реально Чувствуют разницу Они говорят Там ты можешь молиться 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 Как школьник Который молился Чтобы ему подарили Военную форму А получил ее Только когда ему стало Восемнадцать лет Стал призывником Значит Там очень долго все А вот здесь В земле Израиля Вот то что здесь написано На отрывок Прямо он Об этом Земля Эрец Ашерашем Локеха Дореш Бог ее Дореш Он ее Дореш Это как бы он ее Как Ну все время он За ней наблюдает Всегда Глаза Бога Всесильного Твоего На ней От начала года И до конца года И дальше идет отрывок Который мы говорим Два раза в день Шма Исраэль Это отрывок Как договор Который касается Соблюдения заповедей Ва я И будет Им шамоати шмаоэль Митсвата И будет Если вы будете Слушать заповеди Соблюдать заповеди Которые я заповедую Тебе сегодня Любить Бога Всесильного Твоего Служить Ему Всем сердцем Твоим Всей душой Твоей То тогда Тогда что Ва на тате матара Арцхем вейто Дам я дождь Земле в срок От начала До конца зимы Есть разные виды дождя Зимняя вода Есть ливни Есть такие хорошенькие дожди И значит И ты вырастешь все И будет все хорошо И так далее И так далее И так далее То есть здесь идет сейчас До конца сегодняшнего отрывка Идет то что мы говорим Два раза в день Шма Исраэль Заканчивается сегодняшний отрывок Лиман Ирбу Ямэхем И это как раз благословение Давайте Вот сейчас Это как раз благословение Лиман Ирбу Ямэхем Для того чтобы умножились Дни ваши Вэямэб Нэхем И дни сыновей ваших Аля адама На земле Ашер Нижба Ашемле Лявотэхем Которую Бог поклялся Отцам вашим Латэтлаем Дать им Кейме Как дни небес Над землей Мы отсюда видим Что есть благословение Детям За поступки Хороших отцов Поэтому мы видим Что вот Дамир Который каждый день Ходит на урок Торы уже несколько лет И То что он это делает Вот как раз Каждое его действие Это благословение На его сына Как мы видим Что благословение На верести народ Пришло за Действия Авраама Ицкака Иякова Которые Три были просто человека Папа Сын И сын Три человека Их поступков Хватило на то Чтобы верести народ Существует до сих пор И мы видим Насколько важно Важен каждый наш поступок Каждая заповедь В направлении Всевышнего Все Чтобы было У нас много заповедей И чтобы Всевышний Дал нам благословение Всем шаббат Шалом Удачи Успехов И Пусть Бог услышит Ваши молитвы И наполнит их Для вашего блага А чтобы мы делали Все Очень много заповедей Все Счастливо Пока